Картинная галерея вместо учебного кабинета. Благодаря очкам виртуальной реальности Влад переместился в пространство, которое сам же и создал. Помог ему в этом педагог. На работу ушел месяц. Это виртуальный проект, виртуальная реальность, картинная галерея имени Архипа Ивановича Куинжа. Детей как раз учил создавать такие сцены, где можно при помощи шлема HTC Vive перемещаться по сцене. И можно сделать. Влад сделал такую картинную галерею, мне кажется, очень интересно. Юные разработчики здесь занимаются не только виртуальной реальностью. Пользуются популярностью 3D-моделирования. А кто-то разрабатывает мобильные приложения. Оно опять же позволяет заглянуть в виртуальный мир. Наш проект называется ЧВР. Приложение ЧВР для череповца. Здесь у нас есть разделы такие, как погода. Есть новости. И также расприимчательности. Получить полезную информацию позволяет и робот-управлятор. Над ним работала целая команда юных специалистов. Богдан и Злата показали, как робот управляется с телефона. С помощью спортфона можно привести в движение глаза и брови. Больше работала я. И сказали, что я должна быть главной. И мы дальше в последующие занятия достраивали эту голову. Благодаря тому, каким я получаю знания, я больше начинаю понимать программирование. Нам поставили цель написать программу и сделать, можно сказать, такой компьютер. И мы поместили туда микрокомпьютер и к нему уже прикрепили плату Ардуино. Не остались без внимания проекты в области альтернативных источников энергии. Например, открывая дверь, можно вырабатывать электроэнергию. Систему уже можно внедрять в промышленных масштабах, утверждает разработчик. Подобных проектов за один день ребята предоставили множество. Между тем, эта квантоволна стала уже третьей по счету. Занимаясь детском технопарке «Кванториум» и проявляя свою заинтересованность в проектной деятельности, возникает, конечно, всегда идея что-то сделать. Задача педагогов – притворить идею в жизнь. Результаты своих проектов ребята продемонстрировали экспертному жюри. Лучшие могут отправить на конкурсы, а некоторые смогут получить путевку в жизнь. Арсений Алексеенко, Денис Катамин. Новости.